здравствуйте друзья очень интересно наблюдать как российскую историю исправляют звездюлины представьте себе сегодня путин выступая по поводу дня россии уже не упоминал не киев не киевскую русь не купель в которой кто-то там купался да хотя как известно россия хрестилась где-то и оставалась языческой еще очень долго после крещения киева сегодня ни о чем этом не было путин умудрился говорить о руси без упоминания киева у конечно он упоминал немножко рюриковичей понимаете у маньяков так может быть убив несколько человек в чужой стране ракетой частности в кривом рагу можно задвигать про рюриковичей и вот сегодня он бредил о том что русь оказывается начиналась в новгороде они в киеве да и кроме новгорода упомянул такие города как лап так а финская деревень колодка калина по-фински и изборск возле пскова упомянул зачем-то при том что москвитяне захватили псков только в начале шестнадцатого века уничтожили там местное население ну и новгород в котором москвитяне тоже захватили и всех убили и все это путин провозгласил своей историей киев уже не провозгласил потому что после таких зачетных звездюлин которые россия получает от украины конечно об этом говорить было бы немножко странно и шепелява и конечно же все это очень смешно потому что путин противоречит не просто истории не просто каким-то там историком он противоречит элементарным документами или комментарным фактом который в общем-то знает каждый историк русь не может быть ни из новгорода не зла таки не из рюрикового городище которое он выдумал фактически путин сегодня выдумал рюрикового городище сначала она существовала как некий конструкт современный то есть археологи так назвали одно из городе путин сказал что туда выросла русь не из изборска русь не выросла они там не могли вырасти почему потому что они не были русию представьте себе это элементарный факт вообще русь бывает только киевская больше никакая а то что у россия это просто греческая подделочка на греческий манер то есть не греки и подделали а просто россияне взяли название своей страны из чужого языка вот как например кот-дивуар и буркина-фасо себе вернули собственные названия они не захотели быть не берегом слоновой козни не верхней вольтой назвались иначе россия пошла совершенно в другом направлении свое натуральное название они поменяли на иностранное греческое представьте себе чтобы круто было а свое стыдно было называть до мирям атом или залесье или чего там еще было и вот совершенно огромное количество всех источников которые существуют на планете землянских времен однозначно говорят не новгород не изборск не ладога не тем более какой-то там выдуманная рюрикова городище не были русью это этому есть сотни свидетельств во всех летописях но путин и российские историки и современная российская история толдычит и толдычит и рассказывает вот эту чушь совершенно собачу но для того чтобы показать вам это все что она именно так я привожу вам цитатки из одной из наиболее полной летописи ипатьевской можно также лаврентьевский можно список кстати говоря использовать суздальской летописи новгородской летописи и так далее и вот читаем самое полное из 1146 год 1146 год летописи ипатьевской и святослав послал к юрию в суздаль сказал брата мне всеволода бог взял а игоря изяслав схватил пойди-ка в русскую землю в киев то есть суздаль не русская земля дальше жалоба юрия долгорукого князя тоже суздальск сыновец сыновец то есть племянник мой изяслав на моя на меня придя волость мою разорил и поджог а еще и сына моего выгнал из русской земли и волость ему не дал и меня стыдом покрыл то есть выгнал из русской земли в суздаль после того как изяслав мстиславич опять выгнал юрия долгорукого из киева летопись пишет по 1151 года сообщает что сын юрий андрей боголюбский первый великоросс кстати говоря по определению историка ключевского тем временем вы просил у отца пойти в суздаль говоря о сэ нам уже отче тут в русской земли не рать и ничего другого так что по теплу пойдем домой в суздаль из руси представьте себе я могу этих сообщений находить из летописи сколько угодно каждый кто имеет у себя дома интернет ипатьевскую летопись которую россиянам не удалось уничтожить или любую другую кроме татищевской фальсифицированных может это все найти и посмотреть например об очередном неудачном походе юрия долгорукого на киев летопись под 1154 годом сообщает в том же году тронул юрий с ростовцами и суздальцами со всеми детьми врусь ростовцы суздальцы не русь и случился мор среди коней и так далее после смерти киевского князя изяслава мстиславича той же зимой тронул русь юрий врусь из суздаля услышала смерти изяслава в 1174 году суздальский князь андрей боголюбский отвечая на обращение князей ростиславич и сказал пождите немного я послал к братьям своим врусь как мне весть будет от них тогда и дам ответ весть идет врусь из суздаля очень далеко долго идет долго когда суздальского князя боголюбского убили заговорщики в основанном им городишки боголюбове под суздалем его придворный кузьмище говорил уже тебя хозяин пахалки твои не признают не так как когда-то когда купец приходил из цесаря града и из других краев из русской земли суздаль не русская земля а стоит рядышком с цесаря градом чужая страна после убийства этого андрея боголюбского было владимирские точнее владымирские бояре из владымара на клязьми нужно говорить правильно город назывался владымаром по имени своего основателя владымара мономаха вот что летопись пишет князь наш убит а детей у него нет сынок его в новгороде а брат его в руси новгород не русь суздаль не русь козе понятно 1175 год летопись сообщает в том же году когда оба ростиславича сидели не княжестве в земле ростовской раздавали они посадничество русским отроком а те большую тягость людям сим творили продажами и верами таким образом русские отроки которые управляли ростовской землей чужие чужие для ростовчан этих они иностранцы 1180 год сообщается по ходе черниговского князя святослава всеволодача всеволодовича на суздаль и рязань и тогда спешно приготовились к бою войск с святославом и всеволод святославич уборзи уборзи то есть быстро примчался к русским полкам со своим полком и тогда рязанские князья убежали а других они побили то есть из чернигово приходит русь а рязань не русь и так далее а вот 1180 год когда святослав возвращался из суздаля летопись сообщает а когда вышел он из суздальской земли то отпустил брата своего всеволода и олега сына своего ярополка в русь а сам с сыном в владимиром пошел в новгород великий новгород не русь на и суздаль не русь 1187 год князю рюрик кстати говоря послал в суздаль к князю всеволоду святать сватать дочь за сына и всеволод согласился дал большое предание и отпустил ее в русь и князь рюрик справил пышную свадьбу каких не бывало на руси а тех кто привез эту невесту отпустил суздаль 1293 год на помощь князьям руси в их борьбе против монгола татар послали с ростовским полком василия константиновича но он не успел к ним в русь из ростова но не из ростова-на-дону так называемого ростова великого хотя он сейчас не великий под 1406 год в летописи сообщается что сведригайло начал много зла с москвой творить литовской земле и руси москва отдельно от руси 1415 год витовт великий князь литовский увидев что митрополиты придя из москвы в киев забирают из святой софии все что красиво и в московскую землю относят чтобы не приуменьшалась богатство в земле русской приказал выбрать своего митрополита таких упоминаний в летописях огромное количество их просто очень много каждый читатель при желании может легко найти их сколько угодно чтобы понять какую чушь несет этот российский так называемые рюрикович и в летописях никогда не было ни московской руси не суздальской руси не залезской руси все это выдумки выдумочки русь всегда была исключительно только киевская и не новгород не залезь и вниз даже смоленск к ней никакого отношения не имели кроме того что они платили дань да и были зависимы от киева какое-то время вот например 1147 год когда черниговский князь святослав ольгович взял в осаду город неренск в рязанском княжестве летопись пишет в то же время прибежали к святославу из руси отроки таким образом рязань тоже не русь 1148 год об обмене дарами между великим киевским князем изяславом мстиславичем его братом ростиславом мстиславича изяслав дал дары ростиславу от русской земли от всех цесарских земель то есть от всего домена велико княжества от всех земель подвластных киеву потому что тогда киевского князя называли цесарем уподобляясь императору наподобие византийских императоров а ростислав дал дары изяславу который от верхних земель смоленске верхние земли и от варяг варяги не руси на от варяга 1154 год юрий долгорукий отправляет своего племянника ростислава в смоленск из киева говоря сыну мне с кем русскую землю держать с тобой поезжай-ка туда 1173 год когда ростиславичам предложили покинуть киев и окружающие города белгород и выжар от и пойти в смоленск летопись сообщает и засетовали ростиславич и что он то есть первый великоросс андрей боголюбский пытается лишить их русской земли отправить смоленск смоленск не русская земля это верхние земли и новгород в том числе огромное количество известий документов летописных сообщений реально сотни штук однотипных и гористиных грамот которые четко показывают что новгород не русь чтобы там путин не милен не молол не бредил в своих исторических бреднях кубы лапшу не вешал никакой новгород не русь более того в сообщениях летописи о приглашении варягов например летописное сообщение уже идет о том что русь при раз приглашала варягов что русь приглаша уже была среди тех кто приглашает варягов это можно очень элементарно посмотреть опять в летописи поэтому рюрик что такое рюрик то есть путин одновременно хочет затырить историю у украины да еще и у швеции с норвегии ко всему прочим что такое рюрик это хриорик рюрик произно происходит от германского языка какое отношение имеет ну например веб сына которым принадлежит путин ну или мере которым принадлежит большинство россиян какое они имеют отношение к шведам если они в совершенно другой языковой не то что группы а семьи другой языковой что для них вот эти все хриорик из и вот например были но до сих пор есть эти имена у шведов у норвежцев и у исландцев до сих пор существуют имена рюрики что какое они имеют отношение к современной до никакого например был хриорик метатель колец сын датского короля шестой век потом был датский кумунг дед дед кстати говоря знаменитого принца гамлета который реально было существовал он конечно не таком как описал шекспир немножко другой рюрик ютландский датский викинг 9 века хриорик сын хринга норвежский кумунг и так далее родерик родриго родерик родерик это все оттуда же ну каким образом оно зашло аж виталию эти все родрики в на юге италии в сицилии было нормандское королевство основано точно так же варягами вот она там существовало и все эти названия до сих пор родриго ху достаточно часто у итальянцев вот например ролик приносит клятву верности людовику немецкому 873 год россияне точнее москвитяне еще задвигали что рюрик сын пруссо какой-то там потомок пруссо римского императора августа что они там в четырнадцатом колене отпрыски августа но 14 колено то колено это поколение до от римского императора августа даже арифметически если посчитать получается 400 лет максимум ну то есть такая чушь стыдно слушать просто даже не то что стыдно пересказывать какие были в действительности рюрики вот реальные кстати говоря рюрик никогда же в киеве таки не был вот были его потомки то есть это какой-то князюк которых было полной варягов которые бродили вообще нанимались к византийцам то еще куда-нибудь со своим отрядом в какой-то заехал какую-то деревушку лад только финская деревушка там побыл ну и что какие реально рюрики они даже в летописи вот этот рюрик у нас не упоминается он никто в ипатьевской летописи сосов в частности то есть все князья не с него начинается какие были рюрики в частности основатель независимого алицкого княжества рюрик василько и володар известные имена был еще рюрик киевский рюрик ростиславич киевский в конце двенадцатого века а все то что россия задвигает про этого рюрика это все фантазии фантазии кстати говоря совершенно такие но как жалкие например синиус и трувор почему появился изборск у путина потому что в одной из летописи но очевидно написанных поздно ну короче совершенно такой не аутентичной упоминаются еще синиус и трувор и в одном из этом городишки в изборске упоминается в частности но изборск это пригород пскова по сути и можно сказать что москвитяне кто же к изборску никакого отношения не имеют потому что есть такое летопись о том как москвитяне в начале 16 века покоряли псков и там даже в том видно насколько москвитяне псковичи были чужие друг другу вот в этот синиус и трувор был такой ученый рыбаков борис рыбаков и он прочитал этот текст и совершенно правильно понял что по-шведский синиус сильных уж это свой дом а верная дружина труваринг и вот было написано со своим домом пришел рюрик и со своей дружиной переписчик не понял нифига по-шведски до переводчик и написал что он пришел с синиусом каким-то из трувора как такое могло быть но просто человек не знал варяжский язык который переводил вот такая история рюрик настоящий из глубины истории опять под извините под насрал немытой россии во всем виноваты рюрик летописи которые дезавуируют российское вранье до сих пор во всем виноваты печенеги татаро-монголы половцы засуха 1205 года но не виноват этот кровавый российский упырёныш кремлевский который стреляет по украине ракетами и выдумывает всякую чушь для того чтобы оправдать свою ложь финляндии от фиников и так далее что он там еще придумает что они росли там при финики росли привели кита поэтому друзья знаем простой факт факт состоит в том что никакой руси кроме киевской не существовал что россия начала воровать это название в конце 15 века когда маленькую кусочек сиверщины захватила сиверщина это настоящая русь даже не захватила князья там бегали между литовским княжествами московии туда-сюда и с того времени моча ударила в голову и наконец в 1721 году они переименовали свою московию в россию взяв это название из греческого языка не назвав себя русию потому что все знали что ручь это украина взял этот выдумав такой абстрактный термин нашли как выдумать через греческий язык потому что у гречи греческая латынская литература была популярна и соответственно короче это дешевое создание бренда на ворованном вот что произошло фактически вся россия это вот такое на ворованном попытка что-то сколотить до из говна и палок вот такая вот история очень простая элементарная всем известная но сейчас даже ученые на западе говорят что есть ли россия так бьет о современности прямо в глаза лжет совершенно имея все доказательства представьте что они наврали про свою историю иностранцы в шоке они не знают что они они знают что они не знают рус российскую историю но они ее не знают поэтому это самый большой секрет российский российская история недаром недаром же россия засекретила 2000 там сорок каких-то годов документы по второй мировой войне на не дадим переписать историю не дадим переписать с фальшифицированную и переписанную историю вот такая вот история но мы тем временем помогаем украинским военнослужащим 47 бригада счет я оставляю внизу кто сможет тот поможет с богом друзья до пробога